Привет, друзья! С вами Наталья. Сегодняшний обзор будет посвящен новинке 13-го каталога. Это кремовая пудровая тональная основа от Giordani Gold серии Metamorphosis. Итак, вышла она у нас в 13-м каталоге в этом. Презентация идет как раз. И вот он, полный разворот этой тональной основы. 4 оттенка. Есть в портфолио фарфоровый 35-213, 35-214 слоновая кость, 35-215, естественно, бежевый и 35-217 корица. У каждого подписан, к какому он по тону относится, холодный или теплый. Я для себя взяла предпоследний, естественно, бежевый 35-215. Сейчас я покажу, как он выглядит. Вроде так он такой темноватый, холодный, к холодному он относится. И, знаете, такой у него желтоватый пигмент идет. Красивая упаковочка, черная, золотая, да, с золотым, черное с золотым сочетание, классическое. И такой, знаете, я люблю вообще серию Giordani Gold. И я очень рада, что постоянно в ней появляются новинки, премиум класса, новинки, премиум класса, которые действительно имеют высочайшее качество. И плюс в линейке Giordani Gold всегда добавлены ухаживающие компоненты. Например, в этой кремовой пудровой тональной основе есть водоросли, которые собраны вручную. И они, водоросли, увлажняют кожу. То есть уход, мало того, что мы наносим тональную основу, она еще и ухаживает за нашей кожей, дает дополнительное увлажнение. Причем, когда она еще и матирует, то водоросли помогают вот этому увлажнению, чтобы не было чувства стянутости на коже. А я очень рада, что именно вся линейка Giordani Gold обязательно включает в себя уходовую составляющую. То есть мало того, что это премиальная линейка декоративной косметики, так она еще и ухаживает за нашей кожей. Любую продукту возьми, серия Giordani Gold обязательно, либо масла, либо еще что-то в ней есть. Поэтому я очень люблю и обожаю эту линейку. Поэтому давайте перейдем к самому продукту. Как выглядит тюбик? Объем 30 мл. Вот такой также, как и футляр. Бабочка. Посмотрите, какая красивая бабочка. Здесь нарисована, я так думаю, часть бабочки. Да, превращение. Видите, какой красивый футляр. Я пользуюсь уже этой тональной основой две недели. Две недели. Сейчас я вам ее покажу, как она выглядит сразу. Давайте посмотрим, как она будет выдавливаться. Видите, она вот такая, знаете, консистенция густой сметаны, я бы сказала. Густая сметана, кремовая. Вот такая, кремовая. Вот она хорошо распределяется, легко. Видите, вот он такой, казалось бы, желтоватый. Но плюс этой тональной основы, в чем мне нравится, она подстраивается под нашу кожу. И я вот ее, когда взяла, я еще думала взять слоновую кость для себя, либо же взять, естественно, бежевую. Потому что вот зимой я бы, не знаю, вот слоновую кость, наверное, не взяла бы, потому что вот после лета у меня лицо немного загорело. Я не пользовалась тональной основой летом, только солнцезащитным кремом, чтобы защищать. И она у меня слегка подзагорела. И сейчас вот нанося вот этот вот тон, естественно, бежевый, у меня абсолютно нету никакого перехода. Причем вот можете сами посмотреть, видите, она хорошо переходит, сливается. То есть у меня здесь вот есть тональная основа, а на шее у меня нету. Но никакого различия абсолютно нету. Видите, нету никакого контраста. Казалось бы, что вот овал лица я нанесла, а здесь у меня будет белое. Нет. То есть великолепно. Сначала я даже пыталась его разбавить, сделать более светлее. С белым добавить специальным. В Giordani Gold тоже есть у нас такой разбавитель тональной основы белый. И потом поняла, что не нужно мне этого делать. И он вот так хорошо подстраивается. Если его хорошо разнести тонким слоем на кожу лица, то он великолепный. То есть вот оно, мое лицо. Я вам покажу. Ой, простите, поближе. Прекрасно. Прекрасно она на лице. Две недели вот я хожу с этим кремом. И я в полном восторге. Давайте мы его протестируем. Например, вот давайте на руке. Вот здесь вот я его выдавлю. Я выдавила побольше. Вот так вот. Беру. Беру. И в принципе, сама компания Ariflame, она говорит, что эту тональную основу нужно наносить руками. Руками. Многие визажисты этого действительно делают успешно. Но кто любит спонж, пожалуйста, можно и спонжем наносить. Я и так, и так наносила. То есть мы распределяем. Она хорошо, абсолютно хорошо, вот эта кремовая текстура наносится на кожу. Я специально вам сделала посветлее, чтобы вы видели, что она не слоновая кость. Это, естественно, бежевая. Он идет потемнее у него под тон. И вот если немного не перебарщу, потому что здесь я все-таки много нанесла на руку, выдавила. А если распределить, то оно хорошо подстраивается под сам цвет кожи. И через какой-то, может быть, через минутку она превращается в такую пудровую основу. Причем не нужно дополнительно припудривать лицо. Держится абсолютно великолепно макияж весь день. То есть я вот утром встаю, в 6 утра наношу. И в течение дня я хожу, не подправляя. Мне не нужно ни тональной основы, ой, мне не нужно припудривать лицо, чтобы убрать какой-то лишний блеск. Хотя у меня кожа жирная, и она идеально подошла. Потому что эта тональная основа рекомендована для девушек комбинированного. И особенно для обладательниц жирной кожи лица. Вот посмотрите, видите, как она здорова. Вот здесь тоже у меня много. Я его еще до конца не разнесла. Но оно подстраивается. Она хорошо подстраивается. Мне она очень нравится. Сразу скажу, забегу вперед. Я у многих блогеров прочитала, как они сравнивают эту тональную кремовую пудровую основу метаморфозы с нашим флюидом. Также из серии Giordani Gold. Он у меня есть. Вот он, флюид. Также у меня есть в упаковочке флюид более темный. Он также трансформируется в пудровую. Но сразу скажу, что он отличается. Потому что флюид это все-таки очень жидкая консистенция. Само за себя говорит, что флюид это жидкий. А здесь идет кремовая. И вот как-то честно скажу, с флюидом у меня никак дружба не получается на коже. Мне не нравится какой-то дискомфорт у меня, такой стянутости больше на коже. Я уж его всяко разно миксую, миксую. У меня есть светлый и есть темный оттенок. Я вам сейчас покажу, как они в принципе отличаются. Давайте вот на темном покажу. На светлом будет сильный контраст. И флюид, прежде чем наносить на лицо, его нужно хорошенечко встряхнуть. Потому что это жидкая основа. У него здесь вот есть пипеточка. И мы сейчас с вами, девчата, как раз и проверим, чем он отличается. Вспомните, как я наносила этот. Я сейчас еще раз нанесу. И вот флюид. Видите, какой он жидкий? Он прям сразу потек, он поплыл. Да, у него пудровая финиш. Финиш пудровый. Но больше ничего общего нету. Вот с этой новиночкой, которая кремовая, пудровая, тональная основа метаморфозы. И давайте рядом я вот точно так же выдавлю. Посмотрите. Если этот у меня течет и течет, то этот он не течет. Метаморфозы не текут. Это кремовая основа. Кремовая. И она такая густоватая. Вот как, видите, флюид как потек. А кремовая, она лежит. Вот она как густая сметана. Такая вот густая сметана. Даже не йогурт, а сметана. Поэтому говорить, что вот эта метаморфоза кремовая, пудровая основа идет как жидкая. Я считаю, что это большая ошибка, потому что она не жидкая. Вот флюид жидкий. Вот кремовая. Нам нужно ее разнести. Видите, она как прилипает. Это действительно кремовая основа. И вот он флюид весь потек. Да, он легкий, вот такой легенький. Видите? И у них единственная общая составляющая – это конечный финиш. Финиш у них пудровый. Что у флюида пудровый, не нужно пудру больше пользоваться. Что у метаморфозов. Вот у этой кремовой пудровой основы. И рекомендованы и тот, и другой для жирной кожи, для обладательниц жирной кожи. Больше ничего нет. Здесь не содержится вода. Она контактирует с кожей и превращается в пудровую основу. Поэтому говорить, что они одинаковые с флюидом, я думаю, нет. Это все-таки большая ошибка. Они не одинаковые. Есть что-то общее, но абсолютно два разных средства по консистенции. По консистенции они отличаются. Вот такой был мой тест-драйв. Мы с вами посмотрели и на флюид. Посмотрели, что общего и на метаморфозу, на новинку. Если вам понравился, был полезен и думаете, как он вообще смотрится. Я вот сейчас как раз с метаморфозом хожу. Мне очень нравится. Однозначно рекомендую, девчата, для тех, у кого жирная или комбинированная кожа. Не нужно пудрить, потому что пудры можно все-таки зачастую переборщить. То есть перепудрить лицо, как я называю, перепудрить. И тогда получается такая, знаете, искусственная пудровая маска. Она прям вот сразу бросается в лицо, когда видишь человека, что понимаешь, что да, он много нанес пудры на лицо. Здесь вы не переборщите. Здесь вот идеальная консистенция. И кремовая основа идет, и пудровый финиш. Прекрасно рекомендую для тех, у кого так же, как у меня, жирная кожа, кремовую пудровую основу. Это метаморфозы. Все-таки это премиум класс. Это люксовая косметика, уходовая. Поэтому для тех, кто любит себя, девчата, рекомендую. Однозначно покупайте. Прекрасная тональная основа. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До новых полезных видеообзоров. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok